Иоанн Кармянский, вядомый своей глубокой верой и неастомной працей на корысть своей паства. Народился ее в 1837 году у семьи святара и с детства был привучен до працы и молитвы. После научения в духовной семинаре отец служил в разных приходах, где проявлял любовь и клопот про каждого человека. Это святой, которого знает не только Беларусь, но и знает и на всем постсоветском пространстве. Знает в Европе, знает в Америке, знает в Австралии, потому что частички мощей когда-то передавались на эти континенты. И народ с любовью приходит к мощам Бачкиана и спрашивает благословение на свою дальнейшую жизнь. И Господь по его молитвах дает нам все ко спасению наших бессмертных душ. Первым местом службы священника был Могилеум. Первым приходом – везка Шорстин на Ветковщине. После Иоанн Кармянский переехал в везку Огородня Добружского района, где и был похованный. Священник пережил Першую Сусветную войну и был святком усталевания советской улады. Так само святара доброведуют на российской земле. Так верники из Новозыпкова приехали на свято одразу неколькими автобусами. Настроение очень хорошее, мы очень любим храм и всегда рады принять участие в таких мероприятиях. Это для души, обязательно нужно. За свое праведное житцо святар был достоин и шматликих духовных даров. Перенесение его мощи в храм везки Карма отбылось 9 вересня 1997 года, с нагоды приезда наисвятейшего патриарха московского и усея Руси Алексия Другого. Тогда высветлилось, что мощи святого угодника неотленные. С того часу, когда их отбывается множество чудовных вылечиваний. Он всем помогает, всем дает здоровье. Все люди едут сюда со всех стран на больших автобусах. Здесь девочка, вот уже 5 лет, я это смотрю, ее сюда привозили на коляске. Сейчас она с мамкой сюда приходит за ручку. Он ей помог сильно. Это правда. День памяти праведного Иоанна Кармянского – одно залюбенных святых мясовых жухару. До урочистости у везцы рыхтуются загадя. Суместная праца над святочным убранием монастыра объеднула прихожан и дурить радость. Хотелось очень, да, поучаствовать, помочь в украшении. Потому что, когда вот такие праздники верующие, они сближают очень верующих. Хотелось бы благодати для всей страны, для детей, для внуков. И чтобы побольше людей веровали в Бога. Это очень важно, особенно в наше время. Детей, праздник взрослых, праздник бабушек, который этот праздник объединяет все поколения нашего агрогородка. Школьники молятся о том, чтобы успешно сдать экзамены, централизованный экзамен, чтобы поступить в высшее учебное заведение, чтобы здоровье было. Это то место, куда стремятся попасть настоящие христиане. Урочистости начались с хрестного ходу в вёску Агародня. Потом у Иоанна Кармянским жанучим монастыры отбылась боская литургия. Ею означали у митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарши экзарху сия Беларуси. Дорогие братья и сёстры, приветствую вас с праздником. В честь святого праздника Иоанна Кармянского, это великого подвижника Гомельской земли. И святого, который научает нас, как любить Бога, любить ближних, как воспитывать своих детей, как помогать людям нуждающимся, проводить жизнь духовно, богоугодно. И всё это привлекает благодать на нашу беларускую землю. Так что будем чтить святого угодника Божьего и исследовать его примеры жизни, наставления. В этом залог Божьего благословения на нашей земле. После закончения богослужения с мужшими святого Иоанна Кармянского отбылся хрестный ход. Праведник. Усю свою жизнь присвятил служению Богу. Навод после смерти он протягивает допомогать усим, кто с верой и молитвой у сердца звертается до его западтримкой.